Кстати, нам с тобой нужно на Чеку быть. Тут реально медведи и волки ходят. По-моему, у нас машина дымится. Смотри, Ислам. Ее же пить можно, ты знаешь? Хвала Аллаху, какие же это красивые места, Ислам. Так кто догадался, первый поехать вот в такой трип? Я не знаю, насколько это законно, говорить об этом. Смотри, какой крутой подъем. Мы где-то, телефоны садятся, батарейки садятся. Связи нет, пару ускорений сделать, уже определенные проблемы у нас с тобой, Ислам, будут. Реально, это самая высокая точка в селении, 1630 метров. Это что-то невероятное. С медведем пообщаться нам, наверное, нужно было бы там Алексея Махно пригласить. Как будто в каком-то фильме, как будто это знаешь, какие-то анимации. Наши истоки здесь начались, и наш конец будет здесь. Место, где ты отдыхаешь морально, и связь плохо ловит, хорошо, что так, чтобы не отвечать, чтобы немного отвлечься от этих проблем, от рутины. Друзья, прекрасный день сегодня прошел, бодая влог в селении Листанжи Веденского района. Это моя родина. И мне просто захотелось показать вам, как я провел этот выгодной день. Наснимали очень многое, было много размышлений. И поэтому начнем с конца. День прошел очень насыщенно. Отличная природа, хорошие виды. Некоторые проблемные ситуации, все это вы увидите в нашем влоге. Обязательно посмотрите его. И обязательно подписывайтесь на канал Асланбек Бадаев в YouTube. Ставьте напоминание. И не забывайте о моей просьбе. До конца 2024 года мы должны набрать 100 тысяч подписчиков. Это очень важно для меня. Пока нас 83, давайте немного поднажмем. Я просто нуждаюсь в вашей помощи. Ну и приятного просмотра. Впереди хороший день, впереди отличное времяпрепровождение. Больше часа живого материала. Я думаю, вам очень понравится. Ну и не забывайте про наш телеграм-канал. Запрещенную социальную сеть в Instagram. В ВК-группу. Ну и конечно же нашу группу в Рутуб. Везде там мы дублируем наши материалы. Выставляем там. Если на YouTube у вас не получается по тем или иным причинам посмотреть. То в ВК, Рутуб и все остальное вам в помощь. Мы есть везде. Ссылки в описании к этому ролику. Будут. Приятного просмотра. Слумбек. Почему это место для тебя такое значимое? Ну это место, во-первых, квадрат такой. Где я родился. Где первые дни моей жизни проходили. И знаешь, я прям такими урывками из детства помню. Все что происходило здесь. В этом квадрате, скажем так. Ну это наша мечеть. Мечеть, куда мы тоже любим приезжать. И любим приходить. Это для нас очень ценное место. Село Элистанджи такое небольшое. Чуть больше двух тысяч человек населения. Вот. И здесь все друг друга знают. Все друг с другом дружат. Есть родство определенное. Это то место, где как минимум по пятницам люди собираются. И когда я приезжаю сюда, в село, это одно из первых мест, куда я прихожу. Тоже с путей всегда помолиться, сделать намаз, увидеть родственников. По-любому всегда кто-то здесь бывает. Ты же родом отсюда? Поздороваться, да. Как давно выехал? Сколько лет было? Мне четыре года было. Первые четыре года своей жизни я здесь прожил. С 88-го по 92-й. Потом мы уехали в Грозный. Потом началась война. И оттуда уже уехали в Карачаево-Черкесию. Это же не просто помолиться приходишь. Здесь же еще был дом культуры. Да. Я не хочу обидеть кого-то, знаешь. Может кто-то это воспринять неправильно. Но я уже второй раз об этом говорю. Да, когда-то в этом здании был дом культуры. И в этом доме культуры работали мои родители. Они в селе здесь, скажем так, занимались. Именно культурной деятельностью. Я не помню эти времена, но мне рассказывали. Я-то был и свидетелем этого всего. Просто был маленький, не понимал, что происходит. Поэтому, да, раньше это было другое, скажем так, сооружение, другой объект. А тут, кстати, в медресе вот здесь детей учат. Коран читать вот здесь. В селе тоже очень приятно, что такая возможность тоже у детишек есть учиться. В общем, все, что нужно для развития, для духовного, для религиозного в целом здесь есть. И это радует. Вода холодная. Ее же пить можно, ты знаешь? Эту воду? Да. Это же родник. Такой вот родничок, который можно пить. Маленькие были, приходили сюда, помню. Тут жара жесткая бывает. По месяцам определенным вообще сильная жара. Я вот на соседней улице жил, нам оставалось спуститься. Мы спускались сюда и воду пили, и прескались в этой воде. И такую дамбу собирали из камней, чтобы вода чуть наполнялась, чтобы глубину создавать. И там плавали. Такие, знаешь, хорошие времена были на самом деле. Прекрасно, я бы сказал. Наше детство вот в этих прекрасных краях прошло. Ни с чем не сравнимое время, конечно. Особенное такое. Ностальгируешь? Да, конечно, бывает. Я уже много раз говорил об этом, когда сюда приезжаешь. Знаешь, такое место, где ты отдыхаешь морально. И связь плохо ловит. Хорошо, что так. Чтобы не отвечать, чтобы немного отвлечься от этих проблем, от рутины. И такая сразу, знаешь, энергетика. Такое состояние странное здесь бывает. Такое самобытное. Как будто ты в другое измерение попал. Мысли тебя уносят далеко. Ты воспроизводишь те отрывки из прошлого, которые были. Ну, таким, знаешь, я бы сказал, прибывая сюда, в село Элистанджи, я таким свободным художником становлюсь. Без каких-либо для себя ограничений. Разум меня уносит далеко-далеко. Я рисую мысленно, знаешь. Представляю образы. Додумываю. Где-то воспоминания берут вверх. В самом деле, эти горы многое видели. Эти безмолвные горы, которые молчат, но помнят, как говорится. Не люблю ностальгировать. Потому что ничего хорошего вспомнить не могу. У тебя, видимо, было что вспомнить. На самом деле, мы были счастливыми детьми. Это было тяжелое время. И военные действия чуть позже, понятно, начались. Но даже по-другому это было. Ну, непростое время в любом случае. Но мы были счастливыми. У каждого счастье свое. Кому-то для этого нужны деньги, кому-то нужен достаток, кому-то нужен комфорт. А кому-то просто рядом живые, здоровые, близкие люди, красивая природа. Это родные места, которые привлекают тебя своим перевозданным видом. Именно это нам было важно. Это привлекало нас. А достаток, какие-то жизненные блага. Об этом мы даже не думали. Но мы были маленькими. Нам, наверное, думать об этом было тяжело. Но я, опять же, сейчас, размышляя на своем уровне, сейчас понимаю, насколько мы жили хорошо. Насколько это было чистое, хорошее время. Родителям, понятно, было тяжелее. Они были озабочены тем, чтобы крутиться, содержать нас. Но нам прогуляться, целый день быть здесь, в этих краях, где-то пропадать здесь, уставать, приходить домой, покушать и лечь спать. Это для нас было важным. К сожалению, знаешь, я сейчас думаю, нынешнему поколению детей вот этого не хватает. Именно того, чтобы быть в гармонии с природой, постоянно где-то ходить, пропадать. Это и характер вырабатывает, и здоровье твое, и выносливость, и многое другое. А так чуть парниковые, получается, детишки такие в квартирах сидят, особо не развивают. Ну, над этим надо работать. Я думаю, у каждого есть родовые селения, где они жили, где жили их родственники, близкие, дальние. Современники, скажем так, и те, кто жили 100, 200, 300 лет назад. Я думаю, нужно приобщать к селу. Очень важно в чеченском обществе, я считаю, в частности, в целом, в Кавказском, здесь у нас на Кавказе, приобщать к родным местам. Мы об этом много размышляли. Помнишь, мы же и с Камилом об этом говорили. Он, проживая в Москве, считает нужным периодически ездить домой, привозить своих детей туда и приобщать их к родине. Это для нас тоже очень важно. Это такой момент, который нужно помнить и нужно отрабатывать. Сейчас глобальная урбанизация идет, всех в человеники переселяют в огромные. Ну, я думаю, все в этой жизни циклично. За урбанизацией последует обратный процесс. Люди начнут возвращаться в село. Да и у нас говорят, и старшие говорят о том, что все пройдет, скажем так, все изменится и все вернется к тому, с чего начинали. А потом, возможно, снова урбанизация будет. Это все такой цикличный процесс на самом деле. Все это всегда меняется. Я не знаю, к примеру, спортивная форма Adidas в моде пропадает. Потом снова через какие-то десятки лет она возвращается. Там единственное, джинсы у нас пока не уходят никуда. Да, остальное уходит, возвращается. И у людей всегда будет какая-то склонность к чему-то новому. А потом способность и желание возвращаться к тому, что было. Элементарно, бойцы хотят подписываться в UFC, смотрят туда, а потом они разочаровываются в западном рынке, возвращаются домой. Бьются здесь и говорят, блин, если бы мы знали, ну, большинство, мы бы не тратили там условные 5-7 лет своей жизни и карьеры, а бились бы здесь, зарабатывали бы деньги и так далее. Понимаешь? Если бы, как говорится, если бы молодость знала, а старость могла. Если бы мы своевременно все знали, вы, наверное, делали бы по-другому. Поэтому все склично. Я думаю, что мы вернемся в горы рано или поздно. Ты знал, что боксеры практикуют бросание камней для того, чтобы делать удар хлестким? Вот это свободное движение. Когда ты бьешь, тебе же нужно не толкать, а бросать. Поэтому именно боксеры, давно я это еще помню, практикуют именно вот это. Но мы никогда не были хорошими ударниками, поэтому наши удары затянуты. Они такие маленькие бросают? Не, они-то побольше. Есть в этом определенный смысл. А прикинь, вот жить здесь, там по утрам пробежки какие-то делать, быть в гармонии с природой, там, я не знаю, в горы подниматься. Насколько это духовно будет обогащать? Насколько это будет придавать уверенности, спокойствие в том, что ты делаешь? У меня такое чувство бывает, что как будто бы от жизни и реальности отставать начинаешь, если пару дней проводишь в таком месте. И ты просто, знаешь, не думаешь о сопернике, ты не думаешь о проблемах, ты не думаешь о возможных поражениях или рисках. Ты просто наслаждаешься природой и чувствуешь умиротворение, силу и уверенность в себе, понимаешь? То есть ты в гармонии с природой, Всевышний дает тебе спокойствие, понимание того, что ты там правильно двигаешься. Как ты говоришь, немного оторван от реальности, но при этом приобретаешь веру в себя больше. Поэтому же важно людям периодически уединяться куда-то, когда есть какие-то жизненные проблемы, когда что-то идет не так, как они хотят, как люди хотят. Они просто уединяются, копят энергию. И как будто, знаешь, действительно, они вот эту батарейку, которая села в обществе, в этой суете жизненной, они как будто заряжают ее именно здесь. И потом уже с новыми силами возвращаются в общество и делают, и совершают новый рывок. Ну, это хорошая аналогия, это же очень ощущается, когда с огромным количеством людей пообщаешься. Вот даже ты даешь много комментариев, много интервью, и потом все равно чувствуешь опустошение. Энергию забирают. Я уже дошел до такой стадии, что я избегаю общения людей, я избегаю общества людей, общения с людьми, общества людей, понимаешь? Ты имеешь в виду бесполезную? Да, потому что тебе нужно сберечь энергию для интервью, для чего-то созидающего, для важного в твоей работе. А так ты постоянно направо-налево, опять же, все вокруг боев, вокруг спорта крутится. А тебе-то не хочется с каждым этот спорт обсуждать, он тебе надоел уже. Тебе хочется поговорить вот о родниках, о горах хочется поговорить, о камнях, обо всем, что угодно. Не о боях, понимаешь? О лесах, о зелени. Друзья, разговаривайте с Асламбеком о полях и лугах, как Есенин. Находясь в Грозном, в кофейне какой-нибудь, это тяжело делать, поэтому мы как раз периодически поднимаемся сюда в горы, возвращаемся к истокам, как говорится. А ты любишь туристический отдых? Такой кемпинг, палатка? Да, но это уже туда выше в горах, не здесь. Но здесь тоже неплохо. Нет, здесь тоже неплохо, но все-таки такая открытая местность. А ты отдыхал вообще так? А? Ты вообще так отдыхал? Да, давно уже, но у меня друзья стабильно, и сельчане, и родственники в горы поднимаются. Все-таки это открытая местность, здесь не так комфортно, и ты не чувствуешь себя защищенным. А так в горах, тут есть домик, кстати, если получится туда подняться, поднимемся. Есть домик специальный, где останавливаются люди. Не, ну домик все равно не тот, когда палатка, вот это вот полноценно, знаешь. Не, есть в этом свое удовольствие по-любому, есть как бы. Защищенно или уединенно, ты хотел сказать? Приватность какая-то? Ну, видишь, как бы, человеку уже нужно какое-то пространство, где он освоится, где он почувствует себя защищенным. Не обязательно от какой-либо, знаешь, опасности. Это просто от внимания личного. Комфорт важен? Конечно, плюс ты здесь находясь, все равно не сможешь себя спокойно чувствовать. А вдруг там кто-то, а вдруг здесь кто-то, а вдруг там кто-то смотрит, а вдруг сейчас кто-то придет, понимаешь? А так уединиться, будь то палатки, домик или что-либо другое в горах, определенную зону найти. Я думаю, можно было бы на выходные приехать. Столько времени, вот на самом деле, знаешь, я о чем думаю. Столько времени мы упускаем, пытаясь, собираясь, но не делая. Понимаешь, жизнь проходит, лето проходит, одно лето за другим. Мы заняты выездами, турнирами, работой. А тут вот 60 километров проехал, это все есть, оно доступно. На выходные приехать, перезарядиться, как мы сказали. Позитивную энергию набрать. Вот почему-то мы этого не делаем, я не знаю почему. Думаешь, лучше поспать, лучше отоспаться, выходные, их не так много. А на самом деле, вот он, выходной отдых. Тут можно сил набраться, отоспаться и все, что угодно сделать. Когда комфорт стал важной частью жизни? Помнишь? Ну, когда ты стал интересен для общества, когда к тебе появилось определенное внимание. А так-то что, ты живешь, ты никому не нужен, никто тебя не знает. У тебя вся жизнь комфорт. Хочешь это сделал, хочешь другое сделал. А когда у тебя есть определенные обязательства и определенное внимание, я бы сказал, тогда уже начинаешь искать минутку для того, чтобы уединиться, для того, чтобы свою зону комфорта укрепить, никого не пускать туда. Это становится более актуальным. Когда ты начинаешь чего-то стоить в этом обществе. Понятно, что тебе это нравится. Любому человеку нравится внимание. Всем спортсменам известным им это нравится. Просто в какой-то момент это начинает надоедать. Но как только ты этого лишишься и пройдет определенное время, уверен, ты будешь по этому скучать. Почему бойцы возвращаются назад? Замученные бойцы, которым не хочется никакого внимания, которые хотят уединиться. Домик в горах где-нибудь построить, жить там. И что? Строишь год-два, живешь, думаешь, о, а что-то меня забыли. Обо мне не говорят. И уже тщеславие просыпается. Батарейку зарядил? Батарейка уже переполнена. Надо снова войти, скажем так, в гущу событий и снова немного подсесть ментально. И морально. На иглу внимание. Да. Исламбек, жизнь непредсказуемая штука, ты сегодня говорил. Ислам, на этом конечная остановка. Комфортабельный автомобиль остается здесь. Пересаживаемся вот в эту машину. Возвращаемся к истокам, как говорится. Ни капли высокомерия. Все практично. Если хотим попасть в горы, увидеть красивую природу, нам надо двигаться соответствующим образом. Так что, братуха, давай, короче, полный вперед. А ноги помнят? Ноги помнят, брат. Горные вот эти прыжки из детства. Это то, что базово сохранилось у нас. У меня сохранилось. Смотри, что-то помнится еще. Помнится. Так что... Кстати, не удивляйся. Почему? Там есть и звери дикие. И могут повстречаться нам. Для этого у нас есть... Специально обученный человек в кабине. Хотел сформулировать это правильным образом. Есть человек, который нам будет помогать и будет остерегать нас от всего... От внешних факторов. В принципе, мы встречались с медведем, так что я уже знаю, что делать. Громко махать и рукать. И громко... И рукать, да? И махать руками, да. Это их... Ну, как бы... Ну, что-то такое. Ты кажешься им большим. Ну, все, тогда что, поедем? Да, да. Посмотрим, что у нас в горах происходит. Немного с дикой природой. Повзаимодействуем. Короче, вот она жизнь, братан. Вот она жизнь. Перелеты на самолетах. Или какие-то яхты. Это все неинтересно. Вот она жизнь настоящая. Богатых людей. Богатых духовно. Духовно и нравственно. Вот она, братва. Вот она вся история. Ислам, держишься? Нормально. Спина чуть-чуть. Только сказал за спину. Честно говоря, в Мерсе было по комфорте. Ну, извиняйте его, извиняйте его. Расклады изменились. Все, давай. Нормально. Здесь у нас сейчас выход. И нам сейчас нужен более серьезный транспорт. Сейчас наш брат Самраил, не ша-ла, это все сделает. А пока мы с тобой будем наедине с природой. Вот видишь, чем мы жертвуем. Ради красивого кадра. Да. На Мерсе доехали до определенных пор. Кстати, там мой участок. Надо было показать участок мой. Наш. На обратном пути. Да, если будет светло. Участок. И мы там недалеко оставили машину. Пересели сюда. Как она называется? ВАЗ. ВАЗ пикап. Пусть будет так. Да, доехали. Но тут ты видишь. Тут мы уже не поднялись бы дальше на ней. Да мы бы и там не поднялись бы дальше. Да. Я не знаю, как она сюда-то проехала. На Мерсе вообще нереально было, да, сюда ехать? Да, нет, и чем. Ну, ты бы доехал, конечно, но без бампера, днища. В общем, такие дела. А дальше, да, джип. Дальше джип. Наши братья организовали нам здесь. Ну, вот смотри, тут уже чуть другое. Если мы там были в Акчу, то есть вот возле реки и так далее. Здесь возле родника, да. А вот здесь уже, видишь, уже более закрыто. Кстати, нам с тобой нужно на Чеку быть. Тут реально медведи и волки ходят. Да, я знаю. Надеюсь, они пройдут мимо, если что. Ну, вот. Если с лолками еще порешать можно. Как? Там общий язык плюс-минус. Типово одинаково двигаемся по жизни, да? Да, да, да. По-братски. То с медведем надо будет громко орать и мыхать. Ну, чтобы с медведем пообщаться, нам, наверное, нужно было бы там Алексея Махно пригласить. Он нашел бы, да, общий язык? Сто процентов. С медведем. Тут уже, видишь, связи нет. Как тяжело отказаться от телефона. Когда нет интернета, он практически не нужен. Вот смотри, вот прямо вот здесь поменялась эта история. Е стала. Я думал историю закинуть. Хотя нет, ЛТЕ. Хвала Аллаху, какие же это красивые места, ислам. Какое же это наслаждение, какой же это отдых моральный. Как же это круто. Видишь сразу, как я люблю своих подписчиков. Вот у меня такая радость, когда я делюсь с ними чем-то из моей жизни. Для меня уже это настолько важным стало. Я знаю, каждый раз, когда что-то снимаю, мне всегда интересно, а как на это отреагируют мои подписчики. У меня всегда такие мысли. То есть, когда ты искренне для кого-то хочешь что-то приятное сделать. На самом деле, вот эти влоги, блоги, понятно, что это мне интересно. Если бы это не было интересно, я бы за это не брался. Но я тебе скажу, это больше для подписчиков. Больше для наших зрителей, чтобы они увидели изнанку, да, какую-то из нашей жизни. Что-то, что за пределами боев, что за пределами индустрии. И вот наше вот это видео с Камилом Онош тоже на обновленном ютубе неплохо залетело. На обновленном, потому что и скорость не та, и минимум процентов на 30-40 просмотры упали у меня, по крайней мере. Знакомо. Вот. И ты это прекрасно знаешь. И там неплохо залетело. Это дорогого стоит. Людям значит интересно это все. Не хочется пока загружаться наш сториз. Сториз инзамал. Так, а я тут нашел грибы. Лучше не стоит, да. Потому что нет доверия. Интересно, что это такое. Ты когда-нибудь ходил сюда собирать грибы? Когда мы маленькие были, а грибы нет, мы за дровами ходили сюда. В лес? Да, потому что газа тогда не было в селе. Я помню, это было предвоенное время. Вот-вот война должна была начать. Или даже, по-моему, уже началась в Грозном. А до отсюда не дошла. Мы сюда переехали, жили. Я помню, мы с братьями, а я маленький был, 6 лет мне было, поднимались у горы. Я не знаю, насколько это законно говорить об этом. Но, короче, тогда все так двигались. Нужно было печь топить. Мы, короче, разрезали деревья, тросами завязывали их и тянули вот так руками. Тянули домой. Вот дома была печка, которую нужно было топить. Знаешь, такие свежие, ну, лаваш, пышка, я не знаю, как бы назвать. Вот такой свежий запах, такой, когда домой заходишь, запах вот этого теста, которое, знаешь, потихоньку, тесто вместе с сывороткой. Сывороткой же, да, называют ее? Морз, почченский морз. Короче, сывороткой. И добавляешь, и такой вкус получался. Вот как в патио галушки бывают, такие особенно. Вот такой особенный какой-то вкус был. На печи. Да, на печи, и как на дровах, на печи, и вкус совсем другой получался. И знаешь, вот это все у меня вот прям вот этот запах из детства, прям я его помню. И мы такие счастливые, уставшие дома. Ну, понятно, что основная нагрузка на старших врате уложилась. Но мы сюда приходили, мы приходили вот именно вот в эти подножья гор. Мы это все помним, мы это делали, все. Прекрасное время было. Но грибы нет, грибы мы не собирали. Мы никогда здесь, мы никогда не могли довериться. Лучше не нюхать. Я бы не стал так рисковать, Ислам. Друзья, напишите, кто у нас есть грибники по-любому в подписчиках. Что за гриб? Ислам, я думаю... Запах приятный. Нам нужен оператор живой. Дай нам влог доснять, а потом что хочешь, делай его. Оставь по-братски его. Просто без тебя никуда. Ты человек, который максимально эту историю профессионально воспроизводит. Это в анонсе будет. Ну смотри, опять же, что расстраивает. Опять же, вот смотри. Ты тоже обратил внимание, да? Природа в своем первозданном виде, когда человек туда не вмешивается, ну или вмешивается для того, чтобы как-то улучшить ее. Ну хотя природа, она не нуждается в нашем вмешательстве. Она прекрасно сама без нас существует. Органично вписывается человек, когда? Ну, не мешает, да, скажем так. Но смотри, когда вот это происходит, это печально. Но не выбрасывайте мусор. Зачем? Я не знаю, зачем. Это расстраивает то, что я ни в коем случае не пытаюсь сейчас, знаешь, кого-то в чем-то обвинять, умничать и так далее. Но это неприятно. Это внутреннее воспитание, внутренняя установка у любого человека должна быть, чтобы он был чистоплотным. Просто видишь, этого не было раньше. Есть даже такая фраза, чистота половины веры во всех смыслах этого слова. Ну, как бы, это очень важно в религии тоже. Чистота, чистоплотность – это то, что имеет огромное значение. И вот тот домик, о котором мы говорили, это наши сельчане построили, братья наши. Но самое печальное, что сейчас у нас нет интернета. И мне не терпится поделиться с нашими подписчиками эмоциями, которые мы с тобой испытали. Там внизу живые такие четкие. Но как можно было приехать сюда и не посетить эти места? У нас и село очень красивое. Я очень люблю наше село. Такие ровные улицы. Элистанджинская плата – это такая. Такие ровные улицы. Не часто видишь такое, знаешь, в горах, когда селения такие структурированные, ровные улицы. Знаешь, перпендикулярно все друг к другу идет понятным образом. Да, где-то понятно, что закругления идут, но в целом очень все ровно. И сразу чувствуешь, да, как тут дышится своеобразно. Воздух, да. Скажи, сразу чувствуется. Я даже потихоньку дышу, чтобы не слышно было в микрофон. Да, сейчас тут пару ускорений сделать. Уже определенные проблемы у нас с тобой, слом будут. У тебя точно. Хотя, я не знаю, как у тебя с выносливостью. Пока великолепно было. Да. Ну, ты парень активный. Так что, ну и мы тоже тренируемся. Нет, нет. Скажи, здесь чебрец растет? Откуда? Я далек от этой истории вообще, от темы. Тут я хамч их называют по-чински. Я пытался в прошлый раз нашим коллегам из метафайт объяснить, что это значит. Я им хотел сказать, что вот мы кушали, но не мог найти название. Потом я его нашел, отправил им. А теперь хоть убей, не могу вспомнить. Такое название длинное. Потом ставишь, если что. Смотри, я знаешь, о чем думаю? Насколько многогранен Кавказ, да и в целом Россия. У нас есть все. На Кавказе горы даже разные везде. Знаешь, такая палитра красок разных. И посмотри, здесь вот своеобразный, вот Веденский район. Здесь очень густые горы. Зелень хорошая растет тут. Там и Тумкалинский район, Шатойский, Шаройский. Насколько я помню, там преобладают скалистые горы. Ну вот справа Альпийский луга прям. Туда, Нажаюртовский район тоже. У нас с ним больше похоже. Вот по густой этой зелени. К Дагестан, посмотри, какой. В Дагестане даже оттенки, ты заметил? Гор, они немного другие. Ну да. Заметил ты, как будто вот узнаваем. Вот уже после, как Казиноя на этом приграничном районе, как только ты переходишь, уже там начинается уже какой-то своеобразный колорит такой. В ту сторону, получается, в Ингушетии, Джейрахский район. Там прекрасные горы. Не доезжая до Ингушетии, на границе опять же, Голанчевский район. Там так часто не удается бывать, я лишь раз там был. Тоже очень-очень красивые горы. Дальше там Осетия, понятно. Кабардино-Балкария, Эльбрус. Дальше Карачао, Черкесия. Вот и там уже Краснодарский край, Адыгея. Везде, везде есть свои. А представь, вот по России, если так взять, вот ту же тайгу. Ты был в тайге? Я на Урале вырос. Это огромное количество лесов. Ты мне скажи одну вещь. Я географию на пятерку знал, но хоть убей сейчас, не вспомню. Тайга где начинается у нас? Территориально. Схожный вопрос. У нас интернет есть, давай загугли. Давай. Видишь, тут как бы частная территория, вход запрещен. Так. То есть, вот это то место, да, о котором я говорил. Понятно, что там, это официальная позиция, что если ты что-то построил, это частная территория, ты купил землю, построил. Но, вот это, знаешь, гостеприимство и радушие наших братьев, оно, конечно, не имеет границ. И тут, в принципе, никаких проблем не бывает для того, чтобы зайти, погостить здесь. Это, наверное, необходимое место было, чтобы его построили здесь. Очень круто. Тут и люди с ночевкой остаются. Хорошо время проводят. Как кемпинг? Ну, можно сказать так. Ну, смотри, такая большая, да, довольно территория. Огорожена четко. Представь, какое душевное равновесие, да, здесь будет там. Все выходные здесь провести, переночевать там. Баланс. Поймать. Словить дзен. Медитировать. Ну, да. Так, тайга. На территории России зона тайги начинается примерно на широте Санкт-Петербурга. Тянется к верховим Волги, севернее Москвы, к Уралу, далее. Ну, понятно, если ты на Урале жил, то ты там уже тайга. Ну, ты был там, да? Конечно. Самый большой лес в мире. Благо не прятался. Который начинается в Восточной Сибири и заканчивается в верховьях Волги и Финского залива. Прикинь, получается, эта тайга с Восточной Сибири. Вот Азан. Красиво, да, Азан звучит? Соседник села слышно, да? Или откуда это? Справа, слева почему-то. Как в стерео. Слышишь, там тоже загорание? Это, мне кажется, эхо идет. С загорания аж? Но он точно... А, ну? Да, да, это эхо, потому что это отражение того, что там... Представит зубовая волна. Прикинь? Диапазон, да, какой? Да. Мы с тобой, мусаферы, мы с тобой уже сделали намаз. Ну, вот этого у меня не хватало в России, ислам. Скажем так, в регионах России. Они, ну, как бы, как правильнее сказать. То есть в других регионах нашей страны. Я обычно говорю в центральной России. Все равно Кавказ отличается, поэтому ничего страшного нет в этом. Не, я-то да, я-то и не говорю, да, что это что-то прям, знаешь, такое страшное. Просто здесь другое бытие, скажем так, другие реалии и другой уклад жизни. Вот мне не хватало, знаешь, почему этого? Я жил же в Краснодаре много лет. Вот мне не хватало там мечети, чтобы зайти, знаешь, помолиться. Мне не хватало там возможности молиться. И мне не хватало вот как раз-таки напоминания от Муэдзина, чтобы я его слышал и я понимал, что мне нужно идти молиться. Потому что и все вокруг тебя идут молиться. Вот этого мне не хватало очень сильно. Поэтому Родина, конечно, что ни говори, у каждого Родина своя. И каждому она близка максимально. Наша Родина, конечно, мы ее любим. Много лет, 20 лет я был за пределами республики. И мне очень не хватало этих эмоций. Чувствуешь, как аппетит пробуждается? И учусь, что я с утра не ел, да? В горах, да, как бы что. Я тоже не завтракал и не успел. И такая легкость. Но чуть энергии, конечно, не помешало бы. Когда все такие места заезжаешь, сразу хочется сжечь костер и что-то пожарить. Да, надо было с собой в пеший поход рюкзачок взять. Видишь, мы с тобой неопытные туристы. Не предусмотрели. Это, по-моему, айва растет, дикая причем. Да. Представь. Айва? По-моему, да. Видишь его? Да, нападение. Где? Прямо над тобой. Да, это айва. Прикинь? Дикая айва. Она съедобная? Я, да, уверен в этом. Хочешь залезть, забрать? Последний плод, знаешь, как Адам и Ева? Нельзя, оставим. Запретный плод сладок, да, один. Оставим. Здесь орехи грецкие. Кстати, причем раскрытые, видишь? Сейчас же как раз у нас сентябрь. Осень, прикинь? Да, они начинают развиваться. Вот это хорошая история. Я думаю, они сейчас как раз энергию дадут нам с тобой. Ну, полезные жиры, как минимум. Сможешь раскрыть их? Ты руками хочешь? Свежий орех раскрыть? Я в твоих способностях после каната не сомневаюсь, но... Но не до такой же степени, да? Но это матушка природа, да. О-о-о! Зубы лишние, да? Тяжко, брат. Давай, не рискуй. Я как-то в горах шашлыки, я зуб оторвал. А тут орех целый. О, смотри. Классно в лесу. Грибы, орехи, айва. Там он еще что-то сзади растет. Уважаемые ботаники National Geographic, напишите, что это такое, пожалуйста. У меня такое ощущение, что сейчас откуда-то медведь выбежит на нас. В таком постоянном напряжении нахожусь. Едет, нет? Не слышу. Мы ждем транспорт, на котором дальше сможем проехать в горы. Максималисты хотим дальше проехать, посмотреть, что там. Вкусные, да, орехи? Ты не попробовал? Нет еще. Какие-то звуки доносятся издалека. Это что такое? Только не пробуй, Слава. Смотри. И сколько всего, да, в лесах растет. Да. Никто не ухаживает, никто не удобряет, никто никакими химикатами не поливает. Да. Ничего не делаешь и само растет. Круто. Вот там тутовник целое дерево. Вот прямо над нами. Да, вот он прямо над нами. Прикинь. Сланбек, знаешь, как начинаются всякие хорроры, триллеры? Как? Смеркается. По-моему, мы подходим к этой стадии. Да. Мы где-то, телефоны садятся, батарейки садятся. Связи нет толком. Связи нет. И мы находим какую-то закрытую территорию. По-моему, что-то намечается. Знакомый сценарий. По-моему, мы поворот не туда завершили. Даже фильм такой сняли, поворот не туда. Я жду, знаешь, а прикинь, вот такой сценарий. Сюжет такой, мы ждем с тобой, что там. Наш брат едет там на транспорте, чтобы дальше нам уже проехать. А там другие ребята едут, да? Как вели мы. Это что, тутовник или нет? Это да. Серьезно, сколько деревьев тутовника. А что, он уже, этот, еще не время, да? Мне кажется, он уже отцвел. А наоборот, уже опоздали, да мы? Я думаю, да. У нас могут начаться проблемы, ислам. Если стемнеет. Да, у нас с тобой нет с собой оружия. Так. Будет темно. Мы здесь одни. Не считая всю живность, которая обитает вокруг. Ну, в принципе, я умею разжигать костер двумя палочками. Да. Орехи есть. Желание выжить бешеное. Так, едет, нет? Кто-то едет. Тут и время течет по-другому. Знаешь, поймал себя на мысли, что как-то здесь, как будто время останавливается. Из какой-либо спешки. Знаешь, такие темные тона. И ты думаешь, это день или вечер, или ночь приближается. И так, не спеша, не спеша, не спеша, все, знаешь, происходит. Своеобразно, конечно, здесь. Обычно, когда ты в городе, тебе постоянно нужно куда-то успеть. Ты постоянно ставишь перед собой какие-то задачи, которые тебе нужно решать. И причем сам себя загружаешь какими-то целями, которые во что бы то ни стало, пытаясь, которых достигнуть пытаешься. А тут никаких целей, никаких задач определенных. Просто проживаешь. Проживаешь эту жизнь так, как полагается. Если бы дела сами себя сделали бы, конечно, можно было бы так жить, да? Не беспокоясь ни о чем, не растрачивая свое здоровье на какие-то там ненужные мысли. Но мне бы скучно было. Я бы сбежал. Я думаю, это да, наверное, скорее всего, наскучило бы. Но я думаю, когда чуть постарше, уже человеку этого хватает. Заметил ты, бойцы часто завершают карьеру там даже в той же Америке. Вот какой-то ранчо там покупают отдаленное, живут там, разводят скот, ни о чем не беспокоятся, бои не смотрят, на ее все не ездят. И им этого хватает уже. Встают. Покой, умиротворение. Это же не просто так. Это свойственно человеку. Мне надо море, пляж, солнце. Нет, я наоборот. Я приверженец гор. Я не люблю море. Да, там иногда побывать можно, позагорать, поплавать немного. А так мне ближе горы. Горы, родники, горная вода, леса. Это больше монет. Едет. Кто-то едет, да. Ислам. С надеждой, да, вслушиваемся в эти звуки. По-моему, едет. Ну, больше часа точно ждали, да, мы с тобой? Да. Долго стояли. Батарейка села, связи нет. Находимся в горах. И, наконец-то, вот она. Помощь, которая к нам. А прикинь, не наша. Автомодель. Они уже проехали, не наши. Да. Такс. Вот же он, он нашего. Теперь мы заживем по-другому. Поехали. Теперь на крыше поедем. А не в кузове. Такси, да. Самарай. Горное такси. Ох, Клина. Самарай. Да. Че, рванем? Погнали. Поехали. 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 Эту задачу мы отработаем. Цель. Ох ты. Вот он, опытный турист. Вот самарай. Видишь, какой опытный парень. На, Ислам. Чтоб тебе снималось лучше. Я же сладкое перестал есть. Ну, спасибо. Ну, если не будешь, давай мы съедим. Не, реально, кушаем. Я серьезно перестал есть сладкое. Серьезно? Ну, именно конфеты. Да. Опа. Ислам, смотри, какие дороги. Да. Наш МРС точно бы, да, не проехал здесь. Ну, немецкая техника. Здесь, если даже трактор заглох вон слева. Приору бы проехал. Да. Смотри, Слав. Да. После Сникерса нужно воду выпить. Не колу, а чистую родниковую. Все, я говорю, все в лесу есть. Тут все есть, брат. Савра, мало? Ислам. Невероятный вкус. Такая чистая вода исчезла. Вот здесь вот запах и воздух. Скажи же, чувствуется? Великолепно. Как можно от этого отказаться? Смотри. Вот же она, природа. Нам нужно было другой обувь с тобой надеть. Честно говоря, меня вот эта машина удивляет. По каким дорогам мы только что ехали, если это можно назвать дорогами, и она их вообще не почувствовала. Гранд Широке. Гранд Широке. Нет, я не про Гранд Широке. А Славбек. А про кого? Про вот эту машину. А, ну этого, ну, извините, ну что есть, то есть. Вот тут уже ничего не поделаешь. Вот наш трип продолжается. Ислам, нормально у тебя все? Да, да, да. Вот такой крутой подъем. Да, тяжелый, конечно, подъем. Что случилось? Чуть согрелось. Чуть надо, чтобы остыло. Температура поднялась. Ну, столько километров в гору. На такой дороге. Опа-па. У нас чуть-чуть подзакипает машина. А мне... Жалко эту машину. Честно говоря, да. Но ничего. 5,7. У всех свои функции. Ты знаешь... Смотри, какой лес другой здесь. Ты посмотри, какие деревья. Огромные. Баобабы. Метров... Слушай, метров 70-80 она точно. Да. Высота. Это вот мы остужаем машину. Мне интересно, кто догадался первый поехать вот в такой trip. Мало кто, в общем. Мало кто такой отчаянный, как я и ты. и Самрайл. Мне кажется, Самрайл самый отчаянный. Мы-то не знали, на что подписываемся. Причем Самрайл спросил, а мы точно туда едем? Я говорю, ну да, говорю. Всего, да? Всего 5-6 машин было. Прикинь? По-моему, у нас машина дымится. Серьезно? Ну, по-моему, да. Мы с тобой в историю вошли. Да. Забавно, что у тебя сел телефон, у меня садится камера, свет не взял, да. И на улице темнеет, уже вечер, уже где-то 5. А нам еще ехать и ехать. Да. Да. Мне нравится его уверенность, что он по такой дороге еще успевает шоколадку кушать. Я думаю, если бы чай был и чай попил бы. Дороги узкие здесь. Крепко держись, Слава. Ты здесь тоже впервые? Здесь, да. Вот до... Этих... Так далеко... Смотри, осторожнее. Так далеко я еще не заходил, если честно. Для меня это тоже что-то новое. Неизведанное. Просто сюда, видишь, специализированный транспорт нужен, чтобы подниматься. Честно, да, так дух захватывает, знаешь. Даже хочется переварить как-то этот момент. У нас тут слегка экстремальные съемки. Слава, ну тебе надо было принять участие в чем-то подобном. Ну да. Остальное слишком скучно для тебя было. Как говорили наши друзья, мы не ищем легких путей. Деревья. Это реально что-то другое. В общем, нас немного развернуло. Да, совсем немного. Да. Чуть-чуть. Представь, 5,7 подняться не может. Тут мне кажется даже 10,7 Да ладно. Машина катится. Как думаешь, сколько раз он уже пожалел? Да эти ребята, они упертые. В этих краях у них характер такой железный. Так что, по себе знаешь, да? Я думаю, он со знанием дело все это делает. Я очень надеюсь. Не получилось. Не получилось один раз. Там же есть альтернативная дорога, нет? Я не знаю. Есть, да. Вот он так и поедет. По-моему, он собирается разогнаться еще больше. Да. Нет места для сожаления. Тут есть цель, которую нужно достигнуть. Если не так, то вот так. Вот куда мы стремились. чувствуешь этот воздух? Вот же она, родина, брат. Я хочу посмотреть на этого человека, чей это дом. А мы его видели. Да? Мы сам, когда мы свою машину оставляли, зураб. Просто это как надо преисполниться, чтобы подняться на высоту 1630 метров по такой дороге. Вот этот зен, я понимаю. Чтобы построить дом, да? Еще и да, построить дом. Все для людей. Сейчас шаолинские монахи позавидовали. Реально, это самая высокая точка в селении. 1630 метров, сказал? Или 1580, сказал? Чуть выше, 1630, по-моему, он сказал. Смотрю, вот туда дальше горы. Сейчас туман, к сожалению. Вот единственное, вот это чуть разочаровывает, что, наверное, вид немного испорчен, да? А так мы могли бы, конечно. Да, вид не испорчен, даже немного эпично. Я имею в виду, не видно, то, что там за туманом. Мы посмотрим. Все для вас, друзья, чтобы вы насладили. Я не знаю, насколько это передастся через объектив камеры. Но это просто невероятно красивые места. Единственное, мы с тобой плохо подготовились, так как не очень опытные туристы. Я бы сказал, что мы не подготовились вообще. Ни рюкзака с собой с провизией, ни обуви. Смотри, ну, что это такое? Ох ты! Вот, а ты говоришь, вид плохой. А, это я говорил, извини. Хорошо тогда. смотри, это что-то невероятное, братан. Это что-то невероятное. Наверное, для каждого их, его горы самые прекрасные. Но для меня нет прекрасней мест, чем эти. Наши горы, наше селение, наш район, для меня самое лучшее место. Самое близкое место. смотри, как красиво. Воздух, видишь, как дыхается в полной груди. Смотри, какие цветы растут. Рывать не будем. Смотри, какие маленькие. Как будто плоды какие-то. Зацени, паучинок. Наше село как на ладони. Отсюда его видно хорошо. Смотри, как красиво. Какие ровные улицы, такие дома аккуратные. он близлежащие села. Ведан и догарник. Селхотой рядом, введено дальше. Все как на ладони видно. Такое странное ощущение, если честно, такое ощущение восторга творениями Всевышнего, нашей Родины, этими землями. И в то же время какая-то грусть неописуемая. Вот не знаю почему, как будто вот эти места, эти горы, эти склоны, эти луга нам говорят о какой-то печали, да, которая канула в лето, скажем так, которая исчезла, казалось бы, но вот эти места помнят это все. Здесь много всего происходило событий по понятным образом, по понятным причинам. Вот очень грустно как-то. Мне кажется, нам чаще надо сюда приезжать на самом деле, потому что это то, что заставляет задуматься. И вот мы в село приезжаем, нам нужно чуть выше подниматься, и здесь определенное вдохновение приходит, и у тебя как будто аналитический ум начинает, знаешь, все больше и больше работать. Он как будто ищет резервы для того, чтобы поразмышлять. А мы же люди должны размышлять, мы же не просто так живем, для чего, как мы живем, для чего мы живем, что мы делаем правильно, что нет. Я думаю, здесь можно и заметь, как быстро температура поменялась, насколько здесь холоднее стало, как только мы поднялись. Невероятная красота, конечно. Хвала Всевышнему Аллаху, это просто невероятно все. Как будто в каком-то фильме, как будто это знаешь, какие-то анимации, которые мы видим. Туман, но в то же время он дополнил эту картину. Какую-то, знаешь, определенную нотку таинственности придал этому виду. Да, жизнь, она такая, мы даже не знаем, сколько мы проживем, мы даже не знаем, что нас ждет впереди. Это и радует, это и пугает. Радует, потому что, ну, если бы мы знали, то в ожидании своего конца жить было бы, наверное, тяжелее, а пугает вот эта вся, всякая вот эта неизвестность, то, что будет впереди, то, что нас ожидает. Но в любом случае, чтобы не произошло, мы вернемся сюда, на родину, похоронят нас здесь чуть-чуть ниже, иншалла, но вот наш конец будет здесь. Наши истоки здесь начались и наш конец будет здесь. Это правда жизни, это то, что произойдет. Хотим мы этого или не хотим, но мы не противимся воле Всевышнего никак. Да и не имеет смысла это никакого. Хотел бы знать будущее свое? Нет, я же говорю, если бы мы знали бы свое будущее, если бы у нас была такая суперспособность, то было бы тяжело жить в ожидании того, что тебя ждет своего конца, скажем так. я же говорю, это и пугает и радует. Радует, потому что мы всегда можем надеяться на лучшее, а пугает, потому что мы не знаем, что конкретно и как оно сложится. Будет ли это лучше и в каком-то виде все произойдет. Поэтому хвала Всевышнему Аллаху, нашему Создателю, на Его волю мы полагаемся и молим Его о прощении и о том, чтобы мы прожили достойную жизнь и смерть наша тоже была достойной. Аплодисменты Аплодисменты